Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги Бытия Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет Озарешается история Авраама, главного персонажа книги Бытия Может быть, главного персонажа всего Ветхого Завета То есть того человека, который отозвался на призыв Бога И заключил с ним завет Собственно, Ветхий Завет и есть тот самый завет И эта история заканчивается как-то немножко необычно Вот сколько говорилось о потомстве Авраама В общем-то, большая часть этой истории Это история про то, как Авраам, ну такой вот шейх ближневосточный Он остается бездетным, и это страшная трагедия И вот он сначала от наложницы получает сына Измаила Потом от любимой жены Сары сына Исаака Потом Господь велит его принести в жертву этого сына И Авраам готов это сделать, но Господу это не нужно И все время висит вот в воздухе это благословение, что его потомство будет как звезд на небе или песка на берегу моря Но до этого очень далеко, где все это потомство, да Потому что пока что вот один, два, и то второго собирается Господь убить, но не убил, ну два хотя бы И тут вдруг Авраам женился вновь И новая жена по имени Китура родила ему сыновей Зимрана, Иокшана, Медана, Медьяна, Ишбака, Ишуха И Иокшана родились Сава и Дедан, потомки Дедана, Ашшури, Летуши, Леуми Сыновья Медьяна, Ифа, Эфер, Енох, Авида и Элдаа Все они потомки Китуры И все Слушайте, здесь еще Вот давайте даже почитаем Зимран, Иокшан, Медан, Медьяна, Ишбах, Ишух Шесть детей, и ни слова про них, кроме Перечисления потомков некоторых из них Это окрестные народы, да Там, которые жили тоже на Ближнем Востоке Там Медьян, Медьян, Итян и некоторые другие Все, что у него было, Авраам оставил Исааку Остановит наложниц, щедро одарив Авраам еще при жизни свое это ослал на Восток Восточные земли и прочь от Исаака Как и Измаила То есть эти вообще для него как бы не считаются, да Ну, жена умерла, ему одному, наверное, как-то тяжело Грустно, и возраст уже не тот, чтобы одному оставаться Значит, он женился, родил еще некоторое количество детей И отправил их прочь Вообще не считаются, как бы, да Вот в этой части книги благословение переходит от одного к одному, да У Авраама, оказывается, целых восемь сыновей, простите И из них он только одного с самого начала воспринимает Как носителя своего благословения в будущем, да И Господь это подтверждает Интересно, то есть вот Смотрите, у нас история человечества, которая возникает Оно расширяется, расширяется численно, количественно Но одновременно растет его греховность Всемирный потоп остается один избранный, да И человечество опять начинает расширяться И выбирается один Авраам А потом еще один, еще один Такая селекционная работа, да Вот когда только кто-то один А все остальные, ну, у них тоже своя жизнь, у них тоже своя судьба Они тоже наследуют, как бы, тень этого благословения Они многочисленны, от них целые народы Но не то Авраам прожил 175 лет Он умер глубоким старцем Насытившись жизнью Так, часто Библия говорит о таких праведниках ярких Вот насытившись жизнью Какое хорошее выражение Когда человек вот с миром уходит в иной мир Понимая, что то, что он мог получить от этой жизни Он получил Скончался и отошел к предкам Сыновья Исаака и Измаил Измаил вернулся, да, на похороны Похоронили его в пещере Махпела На поле Ефрона Хета Цухарова сына неподалеку от Мамре Авраам купил это поле у Хетов Ну, мы читали Две главы назад Там погребены и Авраам, и Сарра После смерти Авраама Господь благословил его сына Исаака Исаак жил возле Берле-Хайруи Интересно, что Берле-Хайруи Это колодец живого, видящего меня Как его назвала Агарь Это место, где как раз Измаил Получил свое благословение Свыше, да, и его мать Агарь То есть, вот, это не привязано К территории И тут, кстати, и про Измаила Кратко Вот рассказ про род Измаила Который был сыном Авраама От египтянки Агари Сариной рабыни Имена сыновей Измаила По старшинству Невайот, первенец Измаила Кедар Абдаэл Мивсам Мишмадума Массах Адад Тема Етур Нафиши Кедма Это сыновья Измаила Двенадцать вождей Двенадцати племен Их имена Селения и стоянки Интересно, что Имена-то их есть А селения и стоянок нету Пропало что-то из текста А, по-видимому, идет речь про то Что у каждого племени Была своя территория Своей стоянки И Своей селения То есть Это тоже Какая-то родовая структура Но некоторые из этих племен Названных Они действительно Нам известны Другие, в общем-то, нет Сто тридцать семь лет Прожил Измаил и умер Скончался Отошел к предкам Его потомки Расселились от Хавилы До Шура Что находится У египетской границы Как идти в Ашур В разладе с братьями Жили они Ну, это вот Более-менее Такие северные Арабские племена И Да, вот Упоминается Эта воинственность Арабов Их такая Независимость И То, что Друг с другом Они не очень хорошо лазят Вот Некоторые вещи Не меняются За тысячелетия Вот рассказ Про род Исаака Аврамова сына А это уже Другая история Измаилы просто Отметили, что он был И какое-то количество Его потомков Назвали А вот про Исаака Все будет очень подробно У Аврама Родился сын Исаак 40 лет был Исааку Когда он взял Жен Ревекку Дочь бытуэла Арамея Из-под Дана Рама Она была сестрой Лавана Арамея Исаак молился Господа о своей жене Была она бесплодной Господь взял Внял его мольбер Ревека забеременела То есть смотрите Вот История повторяется Как будто Все должно быть Через какое-то Напряжение Усилие Зачем Почему нельзя Просто чтобы Женщины рожали Детей Сколько женщин Рожают Очень просто И легко А вот Вот Все должно быть С каким-то усилием Есть Такой Еврейский Анекдот Который очень точно Передает Суть этого Благословения Божьего Нам все Достается с трудом Но нам Достается все Вот Это точно Про патриархов Им все Достается с трудом Но им достается все Что естественно Обещано Богом А не весь мир Там не все деньги Не там Вся земная слава А может быть Для того Чтобы ценили Человек Который получает Все даром Который Он Он просто не ценит Это Он не замечает Что он вообще Что-то получил Итак Ревека забеременела Но сыновья У нее в животе Начали драться Друг с другом Так промолвила Ревека Что же это меня ждет И пошла Вопросить Господа Господь сказал ей Два народа В твоей утробе Два племени Ведут от чрева твоего Один одолеет другого И старший младшему Станет рабом Вот такая эпоха Первоначальная Когда рождение Мальчика Это рождение народа Да Потому что от него Целый народ произойдет Целое племя Такая вот земля На древнееврейском языке Созвучный названием Мясностей Эдом Сеир Это предок Идометян Исав Это предок Идометян Окрестного народа А имя Яков Конечно созвучно Слово пятка Такой вот Пяточник Да Он выходит Держась за пятку Пока это просто Мелкая деталь Вот довольно много Здесь таких Юмористических Зарисовок Трудно себя представить Я не знаю Я конечно не акушер Как это выглядит Но трудно себя представить Чтобы близнецы Рождались И младший Хватал старшего Ну у них все равно Хоть разница Две минуты Но старший И он первый А младший второй И чтобы младший Хватал старшего За пятку Как бы Стремясь Вот нет я Нет я И это как Некоторое пророчество О его судьбе И все начинается С чего Да еще в общем Где-то в подростковом возрасте Мальчики выросли Исав стал ловким Охотником Человеком полей А Яков тихим домоседом Кстати у нас уже была такая пара Это Каин и Авель Да Один из них Земледелец Это кстати Каин А другой пастух Авель Ну здесь не пастух А охотник Да Пастух это такой Относительно мирный человек А охотник Это вот Крутой такой Он бегает по полям Стреляет дичь Их отец Исаак любил Есть дичь А потому оказывал Предпочтение Исааву Но матрия Яков больше любил Иакова Вот тут же Библия Абсолютно откровенная книга Вот как-то стыдно говорить Что родители любят кого-то больше Причем там мама одного Папа другого Да Ну так же нельзя Они же оба Тем более они близнецы Они во многом похожи Здесь они явно Не слишком похожи То есть Не однояйцевые близнецы Как сегодня мы это называем Но все равно А Библия не стесняется Называть самые обычные вещи Она просто описывает То что есть Да Но в этом то что есть Она стремится найти То что должно быть Итак Знаменитый эпизод Однажды когда Иаков варил похлебку Да Он же у нас домосед Он любит Наверное там Готовить любит Исаав Обессилевший Вернулся с охоты Да и мне поесть Вот этого Вот красного Сказала Иаков Я совсем без сил Потому-то и прозвали его Идом Идом это От того же корня Что и красный Он во-первых Родился красным Во-вторых Он красного Хотел поесть В обмен на первородство Ответил ему Иаков Я сейчас умру Сказал Исаав На что мне первородство Так поклянись Ответил Иаков Исаав поклялся Что отдает Иакову Свое первородство А взамен получил хлеб И чечевичную похлебку Поел он Попил Встал Подшел А до первородства Ему и дела не было Ну это знаменитая Уже поговорка Продать первородство За чечевичную похлебку То есть Ну что-то Невероятно ценное То что твое по праву Продать за Мелкую материальную выгоду Но если Он там Бегал Может быть даже Не один день По повалям И искал добычу Возможно он Действительно умерел От голода И одновременно Это про характер Иакова Вот нет бы брата Просто покормить Зачем он У него Выцегонил Буквально Вот эту Это первородство Да Почему он Вот у него Как-то Ну не совсем Обманом Но пользуясь его Слабостью Пользуясь его Каким-то вот Голодом Это все У него Забрал А вот для Иакова Это невероятно важно Иаков Мы еще не раз Это увидим Он стремится Исправить Свою судьбу Он хитрец Но хитрец Который Корректирует Немножечко Бог Он считает Бог Неправильно Распорядился Что старшим Оказался Исав И Иаков Сам Это исправит Это будет ему Очень дорого Но мы об этом Еще прочитаем